у друга подруга помар сын в дома нахворивши 26 роков написала их с цикарма и як им цепи житы дякую но в том чтобы им пережить ну наверно это как бы не ваше дело но вы не сможете им посоветовать как пережить это дело индивидуально человека почему обычно появляется вот такие удары судьбы вы замечали что много людей на протяжении жизни что-то делают на шару то есть часто такое бывает особенно этим любят заниматься обычные люди знаете на шару проехать где-то не заплатить что-то тихонечко украсть там где-то спасибо сказать хотя рассчитывали на что-то не доплатить там как мой знакомый говорил хамылем то есть хамылем это так чтобы как будто незаметно у меня такие были ситуации был когда сосед и он специально ждал когда выезжаю из двора и все время говорю подвези меня подвези меня мне было неудобно потому что когда его подвозил под метро мне после этого необходимость было стоять там семь восемь десять минут в пробке а когда его не подвозил мне было легко и вот он постоянно говорил подвези и ничего с этим делать не мог я же не пошлю его он мой сосед так вот вот такое хамылем ни разу кстати не предложил не заправиться даже бутылку не выставил но это не претензии это его судьба вот такие по чуть-чуть по чуть-чуть хамылем по чуть-чуть не доплатил по чуть-чуть не додал по чуть-чуть обманул по чуть-чуть это все долг или долги могут появляться даже так человек говорит через семь минут приеду не приехал должен или человек говорит обещаю сделаю не обещал должен вот это называется кармические долги когда человек накапливает кармические долги то у может жизнь забрать самое дорогое а что самое дорогое дети поэтому если обещаете делаете если нужно рассчитываться платить и не делайте так чтобы по-смешному не доплачивать и бессмысленно обещать